Как вы относитесь к созданию казачьих полков в Росгвардии? Можете что-нибудь рассказать о кавалерийском казачьем корпусе СС? Ну что можно сказать, я уже много раз говорил о том, что вся эта игра с казачеством – это не что иное, как попытка власти, дурная попытка власти себя поддержать, усилить своё господство. Казачество в 1917 году было декретом, сословия в 1917 году, в том числе и казачество, были ликвидированы. Многие казаки сами этого хотели, трудовая часть казачества. Про тех казаков, которые воевали в Красной Армии, их было огромное количество. Я сейчас группой своих товарищей, энтузиастов, делаем энциклопедию Красного Трудового Казачества. Это будет, в общем, бомба такая, которая, я думаю, 30 лет вранья по поводу казачества, о том, что оно всё было контрреволюционное. Да не 30 лет, ещё и 70 лет советского вранья. Я уже говорил, что эта история с казачеством красным, она вообще какая-то странная. Но это долгая история как-нибудь отдельно. Значит, и вот даже собирая материал для этой энциклопедии, я нашёл около тысячи красных казаков, которые были или старшими офицами, ну, то есть от полковника и выше, от командира полка и выше, или командиры отрядов там партизанских или каких-то, да, или там председателя ревкомов станичных. Ну, то есть там, то есть около тысячи только вот такого уровня людей, да, и возникает вопрос, а сколько же их было рядовых, которые не были там такими старшими офицерами или ещё что-то. Вот о них не говорят, о них не, хотя, допустим, вот у Зотовых были братья Зотовы, племянник их дипломат, да, у них там московской администрации родственники какие-то, да, ну, хотя бы эти родственники могли бы о своих родственниках что-то позитивное сделать, да. Ну, нет, нет, значит, что тут скажешь? И вот, значит, сейчас игра с этим казачеством. Меня вот просто поразило до глубины души. Вот у нас там где-то, я не помню, в конце мая, что ли, день этих репрессированных народов. Я просто поразился. А в Краснодаре губернатор и всё руководство принимают парад казачьих войск. С какого перепуга? Откуда эти казачьи войска? Это, понимаете, это даже какой-то дебилизм, какой-то маразм. Ну, никто не обращает внимания, потому что мы живём уже в этом маразме сколько лет. Другого маразма гораздо большего хватает. Любой фильм Навального посмотрите. Уж не до казаков этих. И вот это вот этот бред собачий. С какого перепуга руководство Краснодарского края решает, что казачество – это народ. Тем более репрессированный. Когда и где его кто репрессировал? Вот это байки про расказачивание. Вот Сверлов Яшко Гарфункель написал директиву в январе 1918 года – уничтожить всех казаков. И вот всех их уничтожили. Это просто анекдот какой-то. Прекрасновья на Дону уничтожили там по разным данным от 25 и выше там тысяч человек. Ну да, конечно, там казаков было меньшинство. В основном это были крестьяне. А они не люди. Вот они не люди, вот эти иногородние так называемые и коренные крестьяне. Рабочие, Ростово, Таганрога, других городов. Они не люди. Их можно уничтожать. Никто про них не вспомнит. Памятники им разрушают. А потом, значит, согласно этой директиве, это просто анекдот. То ли, ну буквально расстреляли на Дону, ну максимум там, я не помню точную цифру, ну несколько тысяч этих самых казаков. Причем кого? Кулаков, помещиков, активных участников белого движения и так далее. Ну в разы меньшую цифру. В разы меньшую цифру репрессировали. Ну шуму, книг, статей, фильмов. Понимаете, вот вся история казачества, особенно периода гражданской войны, да и дореволюционная, она сейчас извращается. Для чего? Чтобы опять как... Ну наша власть, она стремится воспроизвести все дерьмо, которое было до революции. Ничего хорошего они воспроизвести не могут. Темпов роста, как при Николашке, они воспроизвести не могут, как не стараются. Ну вот дерьмо все, у них очень хорошо удается воспроизвести. И меня вот просто поражает. Ну ладно там какие-нибудь люди со зловещими физиономиями, типа вот этот человек по фамилии Казак. Козак или Казак. Ну я понимаю, что ему намеренно казачество очень нравится, да. Но нашему любимому Кириенко, девичья фамилия Израитель, ему как может нравиться вот эта вся галиматья с этим казачеством? Он что, не знает, как с его предками казаки одет? Сейчас, кстати, отрицается, что казаки участвовали в подавлении рабочих, христианских выступлений, движений, аграрных беспорядков и так далее. Говорят, это драгуны. Вот на картине Серова это не казаки. Да, на картине Серова драгуны. А казаков не было? Их не считали нагаечниками. Они сами не кричали, что мы не хотим быть нагаечниками. Одна из главных причин, ну помимо экономической, там главная была, почему трудовое казачество стремилось к расказачиванию. Это было то, что они не хотели выступать в роли нагаечников. Открыто об этом говорили. Во время русско-японской войны на крестьян русских было брошено больше казачьих частей, чем на японцев. Как говорил Остап Ибрагимович, это медицинский факт. Поэтому вот эта вся галиматья с ними сейчас, что касается 15-го казачьего кавалерийского корпуса СС, который командовал пресловутый Хельмут фон Панвиц, генерал-лейтенант Фермахта, которого вот эти белоказачьи деятели очень любят, и которого в январе 47-го года за шею повесили, правильно сделали. Вот герой. Он мог спастись, но он остался со своими казаками. Да он герой был бы, если бы он дезертировал и убежал из этой преступной армии гитлеровской. Вот тогда бы он был герой. Перешел на сторону советских партизан и боролся против фашизма. Вот вы представляете, у нас есть сограждане, которые считают его героем. Какие-то странные чудаки на букву «М». Значит, ну этот корпус, он формально на основе разных, там еще казачий стан был, короче, трансформировались, трансформировались, и в результате уже только в начале 45-го года был создан вот этот казачий 15-й СС казакин кавалерий Корпс, который возглавлял этот панвиц. Ну, там были и эмигранты, которые составляли костяк, там были и предатели-коллаборационисты, которых набрали на захваченной территории. Но самое главное не в этом, друзья. Я уже говорил про этих казаков-предателей, не хочу еще раз перечислять там всех этих, Шкуро и прочих. Самое главное вот что. Что подавляющее большинство вот этих казаков-эмигрантов пошло на службу к немцам. Подавляющее большинство. А подавляющее большинство казаков, оставшихся на территории Советского Союза, пошло в Красную Армию. Вот это очень важный момент. Да, были предатели, которые служили у Краснова, там у Панвица, у Шкуро, там у Вдовенко и других. Но большинство казаков здесь, вот этих донских, кубанских, они пошли служить в Красную Армию. И их очень много. И генералов много казаков. Ну, есть казачьи генералы в казачьих частях красных, есть казачьи генералы, адмиралы, которые служили в общеармейских частях, там в флоте и так далее. Вот о них, почему вы, самки собаки, не говорите, не пишите? Почему вы про этих предателей, да, там? Ну, слава Богу, власть как бы официально это дело не поддерживает, да, там как бы, они понимают, что если они начнут еще это поддерживать, то это будет просто кирдык для их в глазах народа. Потому что Великая Отечественная война это святое, да, это вот последний рубеж. И поэтому власть пока, она, значит, какие-то пробные шары кидает там, ставит памятники каким-то непонятным деятелям, доску Маннергейма то туда, то сюда повесит. Ну, видит, что народ это не принимает, поэтому пока это все. Но зачем вот это раскалывать народ? Зачем раскалывать нацию? Зачем это спустя сто лет восстанавливать какие-то сословные вещи? Зачем? Им сказали, ребята, все, вы такие же люди, как и все, мы все граждане одной страны. Кстати, когда вот у них происходила в 17-18 году борьба внутри казачества, вот тех казаков, которые выступали за рассказать, то есть превращение, их называли граждане. Так и мы все граждане. Зачем? Давайте, но почему это делается, понятно. Вы посмотрите, у нас, не говорят, не хотят людей расстраивать, сколько у нас уже крупных латифундистов. Князьям, графьям не снилось, сколько у них земель. А на них кто работает на этих землях? Кто? Не батраки? Уже сословия созданы. У них уже прикуплены титулы, там, ордена Андрея Первозванного, или как у Александра Третьего, звезда Давида, у этих наших графьев, князьев. Уже они это создали. Мы живем в фактическом сословном обществе. А зачем им это узаканивать? Это и так может быть. Подумайте, цинизм, крупнейший землевладелец России, бывший министр сельского хозяйства. Но это как может быть? И это же не скрывают, это все знают. Как это может быть? Ну, вот может быть. Поэтому надо идти на выборы и голосовать за народный список, который идет под флагом КПРФ. Против вот этого беспредела глупости и тупости. Они заигрывают с казачеством, но забывают, что кто первый поднял вот эту тему? Немцы, австрийцы в годы Первой мировой войны. Они создали такую организацию, лига каких-то народов задрюченных и так далее. И зародили вот этот сепаратизм. Ну, он и сам зародился на Дону, на Кубани. Во время гражданской войны этот сепаратизм казачий сыграл одну из очень важных, так сказать, причин поражения белого движения. Красные казаки, они были за единое государство, за сильное, крепкое российское государство, за Советский Союз, за Советскую Россию. А белые казаки, они там, половина были сепаратисты, они там дошло до того, что генерал Покровский в центре Краснодара повесил сепаратиста казачьего священника Калабухова. А там других арестовали, там это и в Крыму даже это продолжалось. О Пупея. Кельчевский там и так далее. Сидорин и прочие. И среди донских, и среди кубанских, и на Дальнем Востоке этот Иуда Семенов, которого тоже сейчас прославляют. Вообще какой-то выродок, японский агент. Значит, и вот эти выродки, они сейчас герои. Выродки натуральные. Ой, Боже. И самое-то страшное, что потом поляки в 20-е, 30-е годы, этот казачий сепаратизм, там у них организация была такая, про обащенных тоже народов России, Прометей называл. Они его там взращивали. А потом немцы. А после немцев американцы. И до сих пор у них там в государственных документах написано «Казакия». Как будто это отдельный народ из своей территории. И мы что хотим? Почему наша власть подыгрывает этому? Они тоже хотят казакию создать. Они не понимают, что казачество в силу исторического своего происхождения под границей расположено. А расположенные по границе территории это верный путь к сепаратизму. Они этого не понимают идиотизма. Почему родились, выросли в одном колхозе, потом земля этим, а эти пришлые? Понятно почему. Потому что кому разгонять с нагайками демонстрации поручили? Казаки появились. И совершенно бескорыстно, не за грош, они это делают. Просто по простоте душевной. Из высокопатриотических соображений. Поэтому еще раз кто о чем обшивая баня еще раз скажу. Косьми лягу, но эту энциклопедию красного казачества сделаю. Чтобы люди видели, что на самом деле были настоящие герои, вот стопроцентные, которые боролись с басмачами в Средней Азии, с бандами в Чечне, на Северном Кавказе, в Азербайджане, которые во время Великой Отечественной войны кучу героев Советского и так далее, Союза дали и так далее. То есть, чтобы было настоящее трудовое казачество, которые были за державу. За державу. И мы не будем там писать про всякую шалупонь типа Краснова, Шкуро, Семенова и прочих. Про них и без нас целая армия придурков пишет. Причем, знаете, что самое интересное, что, ну, конечно, те, кто пишет о них, это две категории людей. С одной стороны, так называемые ученые, значит, да, грантососы, профессора, доктора, они как бы перестроились, они прозрели, значит, они увидели правду, свет воссиял, значит, жили в темноте. И вот они, значит, поливают грязью советскую власть, красных казаков, они вообще за людей не считают, они их даже не упоминают. Вот представьте, за 30 лет появилась где-то в Саратове, что ли, книжка одна, где половина посвящена одному красному казачьему полку. Значит, ну, молодец мужик, дай ему Бог здоровья, значит, а вторая книжка посвящена там одному большевику. И в Ростове один самый титулованный гравный грантасос казачий, значит, выпустил одну маленькую статейку, которую трудно назвать вполне объективной, ну, псевдообъективную такую, в чем там обман, посвященную одну статью, и опять же на грант выпустил. Значит, в чем там обман, значит, он перечисляет вот красные казачьи, вот здесь столько, 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 но какие-то регионы и каких-то деятелей, он не упоминает. То есть, и фактически по его, так сказать, раскладке получается в два раза меньше, чем на самом деле было. Хотя была книжка деткова, где все это перечислено в самом начале в первой главе, а он как будто эту книжку не знает, такой слабо видящий, слабослышащий или тупо думающий, хотя нет, человек вроде вполне себе на уме, главный грант-асос Ростова и Ростовской области. Да нет, какого там, всего юга России. И вот, значит, за 30 лет и море книг, статей, фильмов, а в этом белом казачестве, которое фактически, как я вот уже на пальцах, по-моему, разъяснил, фактически предатели и мерзавцы. Особенно меня, знаете, что у них, значит, был там такой донской офицер, какой-то немножко странноватый тип, ну, буйный такой, очень отчаянный человек, по фамилии Туроверов, он писал стихи, и вот они его сейчас делают, наряду с Пушкиным, там, Лермонтовым и так далее, одним из главных русских поэтов государства российского. Знаете, я не скажу, что он вот просто графоман или бездаль, но слабенький поэт. Вы понимаете, он современник Есенина, Владимира Владимировича Маяковского, Мандельштама, Пастернака, Марины Цветаевой, Ахматовый, и говорит, что вот он какая-то величина, но это просто стыдно, говорят. Стыдно, потому что это все деньги, за этим стоят деньги, понимаете, то есть это нужно властям, им нужны свои герои, потому что он был палач, он не только русских рабочих и крестьян рубил и порол, он не только своих братьев казаков красных, трудовых рубил и порол, он еще, будучи, сука, в эмиграции, умудрился вступить в иностранные регионы, поехал там арабов убивать в Сирии, да, Друзов, Друзов, еще гордился этим, вот это надо же вот такой гнидой быть, ну ты куда лежишь людей убивать, в чужой стране не знаешь за что и почему, людей убивать, представьте, убивать людей, а настоящий поэт Есенин сказал, не расстреливал я несчастных по темницам, и Пушкин ни одного человека сколько стрелялся, ни одного не убил, его убили, единственный негр на всю страну взяли убили, суки, а из этого делают какого-то казачьего национального героя, зачем, зачем издавать это графоманские его, ну не графоманские, ну слабые откровенно стихи, издайте лишний раз Есенина, издайте Николая Лийникова, вот, кстати, казак-большевик, тоже донской, соратник Хармса, детские книги прекрасные писал и стихи авангардные оберют, нет, это же большевики, Маяковский тоже, кстати, казак по происхождению, вот такая вот история с казачьми, извините, что долго, потому что тема моя любимая, казачество, не то, что любимая, мне, честно говоря, но это надо сделать, поэтому это вот свербит, так, так,